Уважаемый суд, присутствующий, по остановлению от 24 ноября 2017 года следователь Вахмин Харатефов перед Верховным Союзом Руковской Кассии о продлении срока содержания подслуживания в отношении Казаченко и Светланы Николаевны на срок до 15 месяцев, то есть до 27 марта 2017 года. Основание как таковых следователей для продления него причины не предъявляет, указывает лишь на то, что в настоящее время следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений, причастных к ним лиц и сбор доказательств их виновности, завершены. Однако для производства следственных действий, направленных на завершение расследования, требуется им срок менее трех месяцев, после чего ссылается на часть первого статьи 50-го ПК и говорит о том, что основания, которые учитывались при их брании меры преступления и ареста, не отпали и не изменились. На наш взгляд, речь следователя о настоящем судебном заседании, как таковая, некорректна, по той причине, что на 90% она состояла об анализе состава преступления, о котором мы, в принципе, говорить в настоящем судебном заседании не можем и обращать внимание также не можем. Мы сейчас рассматриваем непосредственно тот вопрос, касающийся меры пресечения, а именно ее продления до 15 месяцев. Соответственно, как бы я не согласен с такими высказаниями, извините, следовательно, касающиеся активной роли Казаченко совершает тех преступления, которые ее отменяют, потому что, опять же, мы вторгаемся в состав преступления. Непонятно вообще, в принципе, ссылка следователя на уголовные дела, которые выделены или возбуждены в ином порядке в отношении вызова Семенова, потому что моей подзащитной никаким образом не прибавлено обвинения по данным делам и даже в качестве свидетелей в тех делах она не участвует. Уж тем более в уголовном деле в отношении родного брата Гитлова. Что касается давления на свидетелей гособвинителям, как таково указано, что потенциально может, якобы, Казаченко повлиять на них каким-то образом, ну, это, опять же, без основательного утверждения, как таковое. По той простой причине мы прекрасно понимаем, что если свидетели опасаются за свою жизнь, здоровье или какого-то иного давления на них или их родственников, то поступает давление на органы МВД, включается программа защиты свидетелей, и, соответственно, государство предпринимает меры для защиты данных лиц. Этого у нас не произошло. Более того, хочу указать на то, что у нас гособвинитель на 5 документов указывает, что действительно свидетели опасаются этого. Ни в одном из этих документов не указана непосредственно сама Казаченко. Это общие фразы, что они опасаются непонятно чего и непонятно кого. Они не говорят, что Светлана Николаевна может каким-то образом повлиять на них, надавить на них и так далее. Этого нет общей реформировки, это общее-то неконкретное указание. Далее. Мы считаем, что следователи, указывая на часть 1 статьи 110 УПК, как минимум указали. Так как какие основания были учнены при аресте моей подзащитной? Это особая сложность дела, о которой говорил следователь гособвинитель, совершение преступления в условиях неочевидности к преступным сообществам, большой объем материалов уголовного дела, а именно более 70 томов, о которых нам указал следователь Лавченко, и необходимость дополнительного изъятия и анализа большого объема документов. И последним основанием была специфика расследования уголовного дела, предполагающая поэтапное изъятие документов. Вывод о невозможности применения в отношении Казаченко иной меры пресечения следствие аргументировал следующий. Тяжесть преступления, за которую возможен назначение наказания в виде реального лишения свободы, а также вероятность того, что Казаченко, несмотря на наличие у него неждевения нетяженно-летнего ребенка, может скрыться от органов следствия и суда. Более того, у нас уже исследователь пооронил фразу, что по настоящий момент у нас Казаченко, именно в настоящее время, а не в прошедшем, препятствует ходу расследования. Не совсем как бы ясно, она у нас 28 декабря 2016 находится под стражей, но тем не менее почему-то все еще препятствует. Не совсем ясен этот аргумент. Страна защиты по-прежнему считает доводы следствия необоснованными и ненаватизмами по следующим основаниям. Страна защиты так и не услышала внятных доводов следователя о особой сложности дела. Наличие более 70 томов уголовного дела, на наш взгляд, не подтверждает этой своей сложности, так как как таковых следственных действий с моей подзащитной практически не ведется и не велось, а ведется лишь психологическое и моральное давление на нее и членов ее семьи с целью дачи показаний, которые будут в принципе устраивать Следственный комитет. При каждом направлении меры пресечения следствие указывает на то, что Казаченко отказывается от дачи показаний. И каждый раз указывая на это рука, так как каждый раз страна защиты, не более чем ходатайство, переносит опроса на более поздний срок, в связи с тем, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого слишком объемно и сложно. К примеру, последнее постановление о привлечении в качестве обвиняемого на 133 страницах. И стране защиты, соответственно, требуется сок для подготовки к допросу. Более того, когда 15 августа 2017 года Казаченко было предъявлено обвинение, в стране защиты было удовлетворено ходатайство о проведении допроса. Но следственная группа в принципе забыла о ней, в период существования допрос не проводила. И лишь когда была подана жалоба в Абаканский городской суд, на бездействие следователя допрос все-таки был произведен. То есть практически спустя два месяца с ней вообще никаких следственных действий не проводила, и уж тем более не проводился допрос. Более того, в постановлении 24 ноября 2017 года по управлению срока предварительного следствия, которое мы исследовали в ходе настоящего процесса, указано на странице 7 и 8, что и по-настоящему, последнему предъявленному обвинению в окончательной форме, причем у нас следователь в этом четко указал, она воспользовалась статьей 51 Конституции Российской Федерации. Уважаемый суд, в принципе, ведь мы можем поднять постановление по привлечению в качестве обвиняемого, допрос Казаченко, она дает показания. Нам не ясно, почему при каждом продвении, меропресечении, виде заключения подсказа в отношении Казаченко, следствие нам указывает и нам, и суду. Не говорит у нас ничего, молчит, скрывает какую-то истину Казаченко, что, в принципе, на самом-то деле противоречит именно тем доказательствам, которые имеются в материалах. И это продолжается каждый раз. Что касается довода совершения преступлений в условиях неочевидности, мы считаем, что это довод следствия заслуживало и заслуживало внимания, так как это вовсе не оправдывает бездействие уголовного преследования, и уж тем более это неправдание того, что уже практически вот Казаченко, являющийся матерью-одиночкой, имеющей малолетнюю дочь и престарелых родителей, должна находиться подсказами. Далее, в постановлениях о продвении меропресечения в отношении моей предзащиты не раз перечислялись многочисленные следственные действия, которые планируется провести следственной группой. Однако в настоящем постановлении следователь даже, в принципе, не удерживался этого сделать, просто указав на то, что следственной группе надо еще три месяца для завершения следственных и процессуальных действий. Как их именно указывать не стал. Более того, как указывалось выше, из самого постановления следователя следует, что все действия завершены. И во время производства этих действий, хочу отметить, моя подзащитная все время находилась под стражей. Причем самое интересное в том, что проведение этих следственных действий никак не зависело от того, находится ли Казаченко под стражей или не находится. К примеру, страна защиты больше всего в заключении пяти товарических экспертиз. И когда нас все-таки с ними ознакомили, из них мы выяснили, что экспорты при проведении исследований должны были руководствоваться не информацией, подтверждающей объективную ситуацию на рынке в данной серии услуг, а расчетным методом. Так как следователи не направили в адрес экспертов, несмотря на то, что эксперты в письме на рынке просили, ряд документов, как то прайс, листы, химпроизводителей, условия и стоимость поставки, копии документов, отражающих стоимость транспортных услуг и так далее. После того, как страна защиты подавала заявление о недопустимости этих заключений, следователь их так и не признал. То есть полгода у нас страна защиты ожидала появления заключений, назначенных непосредственно, разумеется, при инициативе следствия, были проведены данные исследования на базе города Томска, и оказывается, следствие не предоставило те документы, которые экспортно были нужны. И потом следователь удовлетворил ходатайство страны защиты и признал эти заключения недопустимы. Ещё раз хочу повторить, всё это время моя подзащита находилась под стражей, как, впрочем, и сейчас. По доводам о особой сложности настоящего уголовного дела, о чём он говорил и следователь Лапченко, и, соответственно, гособвинитель. Позиция страны защиты не изменилась по сей день, на наш взгляд, особой сложности не было и нет, а имеет место лишь неэффективные организации расследования, что недопустимо. А недопустимость этого неоднократно указывалась Верховным судом Российской Федерации, в частности, в обзоре практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и оправдания сроку содержания под стражей, которые были утверждены Президентом Верховного суда 18 июня 2017 года. Согласно которому, после исследованных судом материалов, подтверждающих якобы особую сложность уголовного дела, суд пришёл к выводу, что ни правовой, ни фактической сложности расследования уголовного дела не представляет. Поведение обвиняемого не препятствовало и не препятствует ходу расследования, а имеет место лишь неэффективные организации расследования. Что касается довода следствия о тяжести преступлений, как этого, опять же, уважаемый следователь нам здесь указывал, что обвиняется у нас казаченко в совершении особо тяжких и тяжких преступлений. А также в виде возможного назначения наказания в виде реального лишения свободы. Это, в общем-то, не более чем предположение следствия такового, потому что вердикта суда касаемо совершила у нас всё-таки казаченко или не совершила преступление у нас нет. Это утверждение одной из сторон по уголовному делу. У нас прямо противоположная, разумеется, позиция. И сейчас базироваться только на том, что у нас, уважаемый следователь, говорит, что достаточно доказательств, подтверждающих её виновность, и только на основании этого, чтобы уходить в мировую заключение в отношении казаченко, у нас взгляд, как минимум, недопустимо. Тем более говорить о том, что казаченко скроется от следствия и суда, опять же, уважаемый суд, это не более чем предположение, скроется она или не скроется. Потому что это, в общем-то, ну, можно сказать, её отношение к скрытию, либо нет. Как может в наследстве об этом утверждать, не совсем ясно. Материалом отдела как раз и подтверждается, что казаченко не собирается покидать как Хакасию, так и Россию. Она воспитывает несовершеннолетнюю дочь. У неё на территории республики родители пенсионного возраста, которые имеют ряд заболеваний. У отца диагностирован рак. Дарья дочь казаченко состоит на медицинском учёте, что это подтверждает ряд документов, которые имеются у нас в материале. Непосредственно сама казаченко наблюдала в онкологическом центре города Абакана. Имеет заболевание лимфофоликулярной гипиплазией слизистой желудка. Ей была рекомендована биопсия, разумеется, в условиях стационара. Но пройти её она не успела, вследствие её задержания. У неё имеется постоянное место жительства и работы. Она человек, в общем-то, с положительной социальной ориентацией. Эти обстоятельства подтверждались в ходе предыдущих проблений меры пресечения и принимались во внимание судом. То есть ссылка на то, что обстоятельства к настоящему судебному заседанию не изменились и не отпали, а провергаются самим постановлением. Так как в настоящий момент все действия следственной группы выполнены, как уже ранее указывалось. И нет уже сложности, так как в принципе, уважаемый суд, всё уже сделано и выполнено. И преступление уже для правоохранительных органов стало, разумеется, очевидным. Скоро, уважаемый следователь, нам говорили о том, что достаточно доказательства отношений моей подзащитной. Материалы все дела, уважаемый суд, изъяты и проанализированы. Свидетели дали показания как таковые. То есть весь объем действий следственных и процессуальных иных действий уже произведен. То есть у нас остается единственное оставание, которое указывает нам следствие, это тяжесть преступления. Но это лишь, как уже ранее указывалось, не более чем обвинение суд еще не вынес свой вердикт по настоящему делу. В постановлении Примного Верховного Суда за номером 41 по практике применения судами законодательства меры пресечения в виде заключения под стражу указано, что при принятии решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока ее действия судам необходимо обеспечивать соблюдение права подозреваемого, гарантированных статьей 22 Конституции России и вытекающих из статьи 5 Конвенции защиты прав человека и основных свобод. Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу допускается только после проверки судом об основанности подозрений в причастности лица к совершению совершенному преступлению. Обоснованное подозрение предполагает наличие достаточных данных о том, что лицо могло совершить указанное преступление. В настоящий момент у органов следствия имеются лишь показания обвиняемых, заключившие досудебные соглашения, показания данной линии в ходе очных ставок и показания зарегистрированных следей. Однако, если суд их оценит, если суд их оценит в настоящей стадии, что в принципе не совсем допустимо, то будет усмотрено следующее. Казаченко действовал в пределах своей полномочий, согласно тому объему прав и обязанностей, которые ей были предоставлены, не найдет, от них не отступая. Более того, сама по себе мера пресечения в виде ареста в настоящий момент является в руках Следственного комитета на наследие не более чем орудие понуждения Казаченко к даче показаний удобных следствий и не имеющих никакого отношения к установлению истинно-пределу. Это отчетливо мы увидим и следующее. Обвиняемый Козырь и Меузова, на который указывал наш гособвинитель, которые, в общем-то, тоже были изначально арестованы, были выпущены на свободу только после того, как дали эти показания устраивающие Следственный комитет. То есть, в стороне защиты, в общем-то, прямо было указано. Признавайтесь в тех преступлениях, которые вам предъявлены, и мы, в общем-то, вас выпустим. Нельзя не учитывать и то, что в силу положения части 3 статьи 109 УПК РФ, «Срок содержания поставок свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений». Считаем, что именно наш случай исключительным не является, потому что обосновывая вот эту исключительность, которая указана в части 3 статьи 109, нам следователь начал опять же вторить своим предыдущим словам, касающихся непосредственно состава преступления. Какой-либо исключительности в продлении меры пресечения по процессуальным моментам не указано. В следствии каждый божий раз, и сейчас в частности, говорит, что раз дело громкое, раз дело политизированное, соответственно, моя подзащитная может каким-то образом повлиять на руку. Но оно окончено как таковое. Неоднократно сам следователь нам об этом указывал. Но тем не менее, у нас в настоящий момент препятствует, как сказал, опять же, еще раз повторяю, следователь, препятствует ходу расстреления Казаченко. Далее. Согласно постановлению пленового Верховного Суда за новелом 41, каждое решение суда о продлении срока содержания под стражей должно обосновываться не одними лишь ссылками на продолжающееся ознакомление обвиняемого его защитника с материалами дела, а фактическими данными, подтверждающими необходимость сохранения именно этой меры пресечения. Считаем, что на настоящий момент отпало необходимое вправление меры пресечения в зависимости от заключения под стражу в отношении Казаченко. Согласно статье 98 УПК, мера пресечения для домашнего ареста является самой суровой после заключения под стражу. Соответственно, статье 107 УПК, домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной более мягкой меры пресечения. И заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого полная либо частичная изоляция от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя, либо в иных законных основаниях с возложением ограничений или запретов и осуществления за ним контроля. Место жительства Казаченко, как мы выяснили, у него имеется, причем как место регистрации, так и место проживания. Технические возможности для контроля ее изоляции также имеются. Не совсем в этой связи понятна реплика гособъединителя, касающаяся того, что, процитирую сейчас в УПК, домашний арест не исключит возможности передвижения Казаченко по городу Абакану. Это как? Мне как адвокат не совсем ясно. Технические средства в виде браслета существуют уже давным-давно. Органы, специализирующиеся на контроле и на обеспечении действительно этого контроля в Абакане, как и во всей УПК, имеются. Но при этом у нас гособъединение почему-то считает, что может у нас в этом случае при наличии браслета Казаченко перевернуться по городу Сыногорска и давить и так далее каким-то образом действовать на ход следствия, которое окончено. Ну, в общем-то, это же не более чем глупость, уважаемый суд. Потому что это противоречит объективной истине, которая, в принципе, давно уже на настоящий, опять же, момент действует на территории как России, так и Республики Хакасия. На основании изложенного, адвокатистом перед судом, изменить меру пресечения в отношении Казаченко-Светлана Николаевна на домашний арест, сколько на три месяца, определить местное исполнение таймину пресечения. Следующий адрес. Республика Хакасия, город Абакан, улица Авиаторов, дом 4, квартира 91. Собственник данного жилого помещения является родной теткой Казаченко-Светлана Николаевны. Она присутствует, в общем-то, сейчас сдали суда, и мы можем задать вопросы, действительно ли она может заставить, имеется ли у нее такая возможность, да, на адрес для проживания своей племянницы. Либо по адресу ее регистрации, то бишь, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Мира, дом 38, квартира 91. Далее, просим запретить в этом случае Казаченко-Светлана Николаевна выход за пределы жилых помещений, по адресам которого уже были указаны выше, общение с лицами, имеющие, согласно УПК РФ, какой-либо франсуальный статус по уголовному делу настоящему, отправку и получение почтово-телеграфных отправлений и использование средств связи, контроль за нахождением обвиняемых Казаченко-Светланы Николаевны в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ею наложенных судом запретов возложить на федеральный орган исполнительной власти осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю надзора в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении от судьбы. Считаем, что домашний арест никоим образом не повлияет на ход следствия и суда и полным объемом обеспечит последующим реализацию функций правосудия. Страной защиты будет сделан запрос федерального управления организацией исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. И мы просим, соответственно, приобщить этот ответ к материалам настоящего дела. Согласно нему, в 2013 году домашний арест избирался в 5135 раз, в 2014 году в 7358 раз, в 2015 году в 10522 случая, в 2016 году в 13921 раз. Количество обвиняемых нарушившим эту меру пресечения, соответственно, в 2013 году 0, в 2014 году 18, в 2015 году 51, в 2016 году 70, то есть нарушившим меру пресечения в виде домашнего ареста из избранных в отношении 13 321 человека в 2016 году составляет полпроцента. То есть считаем, что такой низкий процент нарушителей домашнего ареста лишь подтверждает тот факт, что Казаченко также будет соблюдать меру пресечения, если суд удовлетворит заявление Странной защиты об этом. На основании должного просим отказать удовлетворение хозяйства следователя и изменить в отношении Казаченко Светланы Николаевны меру пресечения в виде на домашний арест. Соответственно, просим приобщить как ответ Федеральной службы исполнения наказаний, так и в письменном видеозаправлении.